Новые футбольные бутсы для полузащитника Артема Мальцева – лучший подарок в этом году. Спортивной обуви хватает на один год. В процессе тренировок и матчей она изнашивается, а новая стоит недешево, рассказывает юный спортсмен. Примерив обновку и опробовав ее в деле, футболист уверен, теперь качество его игры станет лучше прежнего. В новых бутсах, мне кажется, можно будет отдавать четче пасы, так как кожа намного удобнее, более точные удары, очень удобные бутсы, такой кожаный хороший мяч, то есть им легко владеть, то есть это намного лучше, чем прежний. Развитие спортивной инфраструктуры, привлечение молодежи к физкультуре, поиск талантливых спортсменов для включения в сборные регионы и в национальные команды – главная цель федерального проекта «Спорт. Норма жизни», который входит в нацпроект «Демография», инициированный президентом Владимиром Путиным. В правильности такого подхода не сомневается футбольный тренер Евгений Милькин. Эмоции переполняет, сами можете увидеть, что дети очень радостные, сейчас меряют бутсы, новые мячи, я очень доволен. У нас не у каждого родителя есть возможность приобрести хорошие сейчас бутсы. Многие тренировались без бутсов, в шиповках как-то пытались, и ждали, когда же все-таки этот день наступит, наступило. Полученные от областного Минспорта 20 пар бутс, 20 мячей, тренировочные мини-вороты и барьеры – хороший импульс для работы первой спортшколы Олимпийского резерва. Новый инвентарь и экипировка позволят футболистам тренироваться эффективнее, а значит быстрее совершенствовать мастерство, это позволит лучшим попасть в Академию крыльев советов. Для спортивной школы, даже Олимпийского резерва, это достаточно серьезное вливание, то есть из бюджета школы приобретать такой инвентарь достаточно проблематично. И поэтому в рамках нашего национального проекта, в рамках соглашения между школой Олимпийского резерва и Министерством спорта реализуется такая программа, закупается, передается потом воспитанникам, детям и тренерам. Я думаю, для них это будет большое подспорье в выполнении поставленных задач. Кроме футболистов, новую экипировку и спортинвентарь получили фигуристы, прыгуны на батуте, на очереди борцы и теннисисты. Контролирует, как проходят поставки губернатор Дмитрий Азаров. Поддержка детско-юношеского спорта – один из важных элементов стратегии лидерства, о которой ранее глава региона заявлял в своем ежегодном послании. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов.